США перевели на Ближний Восток атомную подлодку класса Огайо. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США. 5 ноября 23-го года подводная лодка класса Огайо прибыла в зону ответственности Центрального командования США. СМИ пишут, что она оснащена баллистическими ракетами, а именно подлодка несет более 150 управляемых ракет «Тамагавк». Это заявление явно направлено на сдерживание возможных агрессоров в регионе, поскольку администрация Байдена пытается избежать более широкого конфликта на фоне войны между Израилем и Хамас. Канал отмечает, что на опубликованном командованием фотосубмарина находится в Суэцком канале к северо-востоку от Каира. Военные не указали название подводной лодки, но журналисты объясняют, что в составе военно-морских сил США есть четыре подлодки с управляемыми ракетами класса Огайо, или SSGN, которые представляют собой бывшие подлодки с баллистическими ракетами, переоборудованные для стрельбы крылатыми ракетами «Тамагавк», а не баллистическими с ядерными боевоголовками. Каждая SSGN может нести 154 крылатые ракеты «Тамагавк», что на 50% больше, чем у американских эсминцев с управляемыми ракетами, и почти в четыре раза больше, чем у новейших ударных подлодок ВМС США. SSGN могут очень быстро нанести большой объем огневой мощи. По его словам, ни один противник США не сможет игнорировать эту угрозу. Подводная лодка присоединится к ряду других средств ВМС США, уже находящихся в этом районе, включая две авианосные ударные группы и амфибийную группу готовности, сообщает CNN. В ответ на прибытие военных кораблей США к берегам Израиля видео противокорабельных ракет выложила «Хезбалла». Мы видим, Хезбалла недавно показала арсенал своих противокорабельных ракет. И это знак того, что они их могут применить именно против американских кораблей и подводных крейсеров. Ситуация все больше набирает какой-то определенной эскалационной динамики, где стороны демонстрируют оружие и противодействие против этого оружия. На Ближнем Востоке, где идут боевые действия между армией обороны Израиля и палестинской террористической группировкой «Хамас», уже находится группа кораблей США во главе с авианосцем USS Dwight Eisenhower. Соединенные Штаты Америки подтягивают авианосцы свои субмарины именно в Средиземное море для того, чтобы показать контроль над ситуацией. И это как ответ на заявление союзников «Хамас» о том, что они будут и дальше продолжать военную операцию против Израиля. Министр обороны США Луид Остин дал приказ Eisenhower начать движение в Восточное Средиземноморье. Таким образом, США намерены сдержать другие страны и организации от вмешательства в конфликт Израиля и «Хамас». Соединенные Штаты тоже дают знак того, что в стороне они не остаются. И в стороне они не остаются относительно своего главного союзника на Ближнем Востоке, именно Израиля. Возле берегов Израиля Dwight Eisenhower присоединился к ударной группе во главе с авианосцем Геральд Форд, который прибыл в Восточное Средиземноморье 10 октября. Остин подчеркивал, что это часть усилий США по сдерживанию враждебных действий против Израиля. К чему это может привести, пока неизвестно. Но, очевидно, демонстрация сил важна в переговорном процессе. Соединенные Штаты не заинтересованы, чтобы война в Израиле приобретала большую динамику. Все-таки Штаты и Вашингтон пытаются держать дипломатическую линию, позволяющую сторонам вести переговоры и контролировать ситуацию.